Бисмилляхи рахман и рахим. Во имя Аллаха, милостивого, милосердого. Ассаляму алейкум. Мир вам. Через несколько дней миллионы мусульман со всего мира соберутся в Королевстве Саудовской Аравии для совершения большого паломничества одного из пяти столпов ислама. Наш сегодняшний выпуск посвящен хаджу. Ежегодно более 20 тысяч паломников из России совершают хадж. Для того, чтобы преодолеть все трудности паломничества, необходимо основательно подготовиться и получить особые знания, рассказывает наш корреспондент из Дагестана Патимат Бурзиева. Шамсудин Алиев – спасатель пожарной службы. Это трудная и опасная работа. Однажды во время сильного пожара, спасая людей, офицер дал себе слово, что если останется жив, то обязательно совершит хадж. Это лучшее место на земле, и там действительно ты заряжаешься. Самая лучшая энергетика и самая чистая, которая есть. Дай Аллах, чтобы каждый из числа умы пророка Мухаммада, саллиллаху алейкумсалам, каждый из братьев и сестры посетили эти земли, поехали в гости к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейкумсалам. Для будущих паломников Духовное управление мусульман Дагестана организовало подготовительные курсы. Инструктаж проходит еженедельно в центральной джима-мечети города Махачкалы. Шамсадин Алиев не пропускает ни одного занятия. У нас очень хорошие руководители, как я вижу, очень грамотные, образованные. Очень приятно с ними, что мы едем. Они много чего объясняют, конечно, они все рассказывают подробно. Большинство мусульман отправляются в хадж впервые в своей жизни. Курсы дадут слушателям необходимые знания, психологическую подготовку и облегчат для них паломничество. Вот это волнение их обуревает до последнего момента, пока День Арафа не наступит. Поэтому они очень многие боятся отпустить те или иные вещи, связанные с обрядами хаджа. Помимо знаний о Саудовской Аравии, законах королевства и нормах паломничества, слушатели получают практические советы о том, как правильно собрать вещи и что не следует брать с собой в паломничество. Хаджи одна из многих, кто совершает хадж впервые. Поэтому очень волнуется и готовится к поездке основательно. Нас оповестили о том, чтобы мы, о нашем поведении, о том, чтобы мы вели себя так, как должны вести себя паломники, которые посещают Дом Всевышнего Аллаха, посещают Медину, пророка Алиса. И вот эти общие вопросы были решены. В этом году в Каджи с Дагестана отправится 8,5 тысяч человек. В прошлом году нам было выделено 6 тысяч мест, поехало 6,800. В этом году было выделено 6 тысяч мест, потом выделили еще 2,5. Получается, 8,5 тысяч мест уже были заполнены сразу же после окончания месяца Рамазана. Для тех, кто уже совершал хадж в предыдущие годы, Саудовская Арая ввела сбор в 2 тысячи реалов. А это около 32 тысяч рублей. Мы можем с радостью констатировать такой факт, что дагестанцы из года в год количество паломников, тенденция, наблюдается к росту. И вот эти сборы, которые были объявлены саудийской стороной, они ни в коем случае не остановят дагестанских паломников и последующим, думаю. Все паломники из Дагестана отправятся в Саудовскую Аравию на самолетах. Для перелетов организованы прямые чартерные рейсы из Махачкала в Медину и рейсы с пересадкой в Иордании. Каждую группу будут сопровождать представители Духовного управления Мусульман Республики, уже имеющие опыт совершения хаджа. Пациент друзей, Вармазан Магомедов, мир вам из Дагестана. У нас в гостях хаджи с многолетним опытом Гульсера Салахова. Ассаляму алейкум варахматуллахи вараката вгульсера хануму. Алейкум салям варахматуллахи вараката Динарчик. Сколько раз вы совершали хадж? Аллах мне такой подарок сделала. Я с 99-го года езжу в хадж. 17 лет. Субхану Аллах. Как вам удалось побывать 17 раз в хадже? Ну, наверное, Аллах мне разрешает каждый год там побывать. И я работаю в хадже, медицинский работник. И наша фирма каждый год отправляет меня как медицинского работника. Они приглашают меня туда работать. А есть ли вообще в России люди, которые столько же, как вы совершили хадж? Ну, я таких людей, конечно, не слышала, что столько раз совершали. Но, может быть. Больше меня тоже совершали хадж. Может быть. Но не знаю. Маша Аллах. Как опытная хаджия, дайте, пожалуйста, совет, что необходимо взять с собой в дорогу. Ну, в дорогу маленький-то чемодан. Не надо большие чемоданы брать туда. Одежда должна быть легкая. Лен, штапель, ситец, простые материалы. А в Саудской Аравии очень сейчас жарко. И поэтому обязательно надо одежда была, чтобы комфортно. Поделитесь своим опытом, как медицинского работника, что необходимо взять с собой в поездку из лекарственных препаратов. Мы медики, везем очень много лекарств. И поэтому только необходимо, которые они пользуются, паломники, своими лекарствами. Остальные все мы сами везем. Антибиотики, лекарства от кашля, от головной боли, от всего болезни. Это у нас все лекарства есть. Аль-Хамдули-Лля. Какие испытания могут ждать паломников помимо погодных условий, помимо того, что там много народу? Испытания на каждом шагу встречаются у нас. Потому что люди едут с разных краев, разными характерами. Особенно в хадже этот характер выходит. И поэтому первое, это делать надо, сабр терпения. Не совершать грехов, не ругаться, не сплетничать, не ступать в чужие разговоры, гнев свой убрать, ни с кем не ругаться. Всегда надо налаживать отношения. Если люди, которые пребывают в хадже, зная о том, каких испытаний ждут, все равно не готовы с ними бороться? Есть, которые жалуются, с ними ведем беседу. У меня запомнилась одна женщина, это, наверное, года три тому назад. Это было мини. Она очень сильно заболела. Я ей делала антибиотики. И вот утром нас должны увезти на Арафат. И к ней подошла, и я ей говорю, что собирайтесь, сейчас нас увозят на Арафат. Она говорит, я туда не поеду, я болею, я не могу поехать, я останусь здесь. Но мы вели беседу, аль-хамду лилля, и наш руководитель, и я, и она так собралась, конечно, поехала. Аль-хамду лилля, у нее даже и температура не стало. Настолько было это отлично, хорошо так, прямо откуда у нее сила взялась. Лично я еду туда, я не хочу уезжать оттуда. У меня настолько хорошо. Да, я там сплю только полтора часа за сутки. Да что вы! Аль-хамду лилля. Это в течение трех недель? Трех недель, полтора-два часа, и у меня это сон. Потому что у меня и ночью вызывает больным, и днем вызывает. Настолько вот отдыха нету, но я откуда-то с силой нахожусь. И мне не хочется оттуда уехать. Есть люди, которые, да, они говорят, скорее бы уехать. Когда же мы и уедем? Есть такие люди. Гарсерапа, вот настолько интенсивно работая, вас вызывают и ночью, и днем. А вы успеваете совершать обряды хаджа? Аль-хамду лилля, все успеваю. А бывало ли, что люди терялись? Да, бывало. А как вы, сейчас какие-то опознавательные знаки уже придумали? Я видела группы из разных стран надевают какие-то кепки, сходят с флагами. Как вы находите друг друга? У меня случай был, одна наша паломница, она потерялась. Мы с Далифой, мы всю ночь искали, ее не нашли. И утром привели ее в Мину в палаточный городок. Суперно. Это взрослый человек, да, и все равно потерялся. Очень теряться недолго, потому что все белые одежды, и ты, если не знаешь свою палатку или вышла, сразу можно заблудиться. И поэтому я всегда как-то стараюсь, чтобы они одели цветные палатки женщины мои. Одинаковые, в смысле? Одинаковые, да. Я уже сразу их узнаю. А вот по поводу обуви, я неоднократно слышала, что лучше, чтобы обувь была без задника. Да, это обувь без задника очень удобная. Но там жаркая погода, и поэтому и должен быть обувь открытая. Очень удобная, потому что очень много там ходим. День получается по 25, по 30 километров. Наши предки и пешком доходили до святых мест? Да, наши предки, да. Мой прадедушка ходил пешком в хадж. Да что вы? Да, моя прабабушка была беременной, и когда он приехал домой, малышу было уже 3 года. 3 года он находился в пути, и он же зарабатывал деньги, чтобы ехать, там кушать, пока останавливался. И вот ребенка было 3 года, он пришел с хаджа. В наше время большинство паломников прибывают в Саудовскую Аравию скоростными и комфортными видами транспорта. Однако среди наших единоверцев есть отважные люди, которые идут маршрутами предков. Смотрите фрагменты фильма Рената Хабибулина «Вела Хадж». С Булацем мы познакомились с Закабаном мечети, стали общаться, и вот в ходе очередного чаепития нашего совместного он мне поведал о своей идее, то есть он эту идею выношел уже с детства. Я ему говорю, давай вместе поедем, пойдем в Хадж, как наши прадеды совершали Хадж. У него была такая мысль, чтобы даже возможно не на велосипеде, а пойти пешком в Хадж. Ну, как ты вот выбрал золотую середину. Все, что нам понадобится, будет у нас на велосипедах, то есть специальные рюкзаки, которые стоят сзади, П-образные, это специальные туристические велосипеды. Хотели поехать представлять нашу республику, например, по дороге раскрывать нашу историю, потому что многие, например, не знают, кто такие вообще татары. Много разрешения получили в разных инстанциях. Столкнулись с проблемой, что у нас сейчас нужно финансирование на это все дело, и я как бы долго не думая, продал свою машину, вот, Мерседес. И теперь не знаю, когда я еще куплю себе Мерседес. Поехали в Булгар, потому что это все-таки исторический наш город, историческая столица наших предков, место, где наши предки приняли ислам. Поэтому символически мы начали путь именно там. 200 километров, когда я проехал на велосипеде, то есть я уже ехал, когда у меня начались боли в коленях. Когда мы уже доезжали до Ульяновска, он доехал только с таблетками обезболивающими. И я уже понял то, что что-то творится с ним плохое. Был больно передвигаться очень сильно. Мы тут же поехали к врачу, и врач искал никакого велосипеда три месяца однозначно. Вот в голову пришла мысль, что я могу продолжить путь на другом механическом транспортном средстве. Вернее, он уже не механический, но на скутере хотя я ехал семь дней один, но он все-таки нашел решение, купил скутер и меня догнал. То есть я был очень сильно удивлен его решительностью. В этом году выбрали маршрут, который пролегает через Россию, Грузию, Турцию, Кипр, Египет, Иорданию, Саульскую Аравию. Почему? Потому что во все эти страны, кроме Саульской Аравии, не нужна была виза. На границе Азербайджана у меня возникли проблемы. Меня не хотели пускать из-за того, что у меня не было госномера на скутере и он не был зарегистрирован. Вот. И то есть мне дали понять, что в любом случае мы тебя не пустим. Так как законодательство России позволяет мне ездить без номеров, так как у меня меньше 50 кубов скутер и он не является механическим средством, соответственно, я поднял законодательство Азербайджана, посмотрел в интернете, почитал все и у них то же самое, то есть такие же, такой же законодательство на самом деле. Я просто достучался до самого главного человека у них, он находится вообще в другом здании, я его нашел, попал к нему, все по полочкам разложил, объяснил, и он просто позвонил при мне и сказал, ребят, пропускайте его, все нормально. В общем, у нас все хорошо, мы в городе Каир, Египет, кушаем фрукты, пьем свежевые сотни, витаминизируем, по приезду к Каир, нам сказали, выяснилось, что здесь Египет сейчас военное положение, и своим ходом мы проехать Египет не сможем. Если мы поедем как туристы, у нас военные могут стрелять на месте без суда. Поэтому было принято решение, что мы летим в субботу в Шар-Мель-Шейн, оттуда на такси едем в порт Каспорт Найдсел Увейба в порт а там на пароме переправляемся в Иорданию. Мы когда попали в Иорданию, нас депортировали без причины. То есть обратно посадили на паром, отправили в отправили нас в Египет обратно. Я начал обзванивать все турфирмы хадж-операторов, а это был самый последний день, когда можно было сдать документы, вообще оплатить. Мне говорят, быстрее отправляйте паспорта. А тут военное положение. Если увидят то, что мы передаем паспорта, то как контрабанда сразу посадят. Если нас поймают без паспортов, то сразу как шпионов на 15 лет вообще посадят. Потом принимаем решение. Я покупаю билет до Москвы, беру паспорт Марата, Марата отправляем в деревню, чтобы он полицейский не попадался. Визу получил, быстренько купил билет и обратно долетел до Каира. Заехали на территорию Иордании, визу опять нам поставили, потому что там свободная экономическая зона, город Акаба. Ну, опять сказали, мы вас депортируем. Когда речь доходит до объяснения причин, то они сразу говорят, мы не знаем английский, мы не знаем английский. Ну, потом, аль-хамдуля, то, что вот этот главный таможенник, начальник таможни приложил вот этот вариант. Так, с таможенниками все-таки подружились, они вызвали такси и через черный ход сейчас нас возят в Сау-Сквараде. Быстрее, быстрее. Если что, знайте, то, что мы должны были доехать до Табука, если что, ищите нас там. Доезжаем до Медины, и тут полицейские останавливают машину, а там очень много машин были остановлены. Полицейские сказали, что дорога закрыта, что паломникам на индивидуальной машине, на такси вход запрещен. с этого момента, с этого часа. Мы остановились, целый час стоим. Опять, как будто все. То есть, нам, наверное, придется обратно поехать в Иорданию, потому что нас сейчас уже не пустят, дорога закрыта, закон такой-то, такой-то Саудской Аравии. И начался очень сильный ливень, прям настоящий ливень. Я вот вышел, руки поднял, я говорю, Аллах, я знаю то, что я очень сильно грешный, и разреши мне все-таки войти в эту священную медину, в город пророку Саусея. И тут подходит полицейский сразу, отдает документы, говорит, извините, неправильная информация до нас дошла. На сейший день нас принял губернатор Медины. Первое, что он сделал, он сфотографировался и сразу подписал разрешение, позвонил министру Хаджа, позвонил полиции, и у него там было написано разрешить поездку на велосипеде до Мекки и обеспечить полное сопровождение, обеспечить безопасность. Сааму алейкум рахматуллахи и баракатухи. Наконец-то доехал до Мекки. Когда уже увидел Каапу, то есть это было такое состояние, опять-таки, которое не передашь словами, то есть ты пришел к назначенной цели, то есть ты все эти три месяца преодолев все эти трудности, которые встречались на этой пути, преодолев семь тысяч чем-то километров, четыре тысячи пятьсот из которых преодолены на велосипеде. Вот, ты доехал до цели. Эти пути, какие-то препятствия по Родине уже были, я уже для себя как бы понял, что я скажу «Аль-Хамду-Лля», они попали, не попали, не попали. Все, то, что там будут говорить люди, это уже второй момент. Мы вернулись в Казань и также продолжили жизнь. То есть он благословил наш путь действительно, потому что всю дорогу я это чувствовал, и Булат это чувствовал. Если бы была у нас такая возможность, то мы бы и не прекращали его путешествовать. Среди совершающих хадж много пожилых людей, людей, страдающих хроническими заболеваниями. Хадж совершают даже люди с ограниченными возможностями. А это не так просто даже для здорового человека, насколько я знаю. Как наши единоверцы справляются с физическими нагрузками и трудностями? Ну, если больные люди там едут или они там заболели, очень хорошо помогают паломники все. Никого там никто не бросает. и коляски специально дают Саудские Аравии, пожалуйста. На колясках даже километров по 30 они возят этих больных людей, здоровые вот паломники. Аль-хамду-ли-ля, от этого проблемы нету. Но старые пожилые люди тоже им помогают. Они даже лучше нас, молодых там бывают. А почему? Как вы думаете? Не знаю, какое-то у них вдохновение или что-то. Они прямо как будто говорят, что мы спустились откуда с другой землю. Легкость такой. Иногда у меня целая группа бывает дает еще бабушек или пожилых людей. Они вперед меня бегут. Вот настолько им как будто крылья закрепили. Машаллах. Аллах дает им такое терпение, силы и энергию дает Аллах. Наверное, многое зависит от того, насколько ты хочешь совершить это. Да, люди же собирают годами эти деньги, чтобы поехать туда. Гульсерапа, вы столько раз совершали хадж. Вот расскажите о самых ярких впечатлениях, может быть, на ваш взгляд, интересных событий, которые происходили во время паломничества. Я восемь раз целовал черный камень. Но один раз это для меня было такое удовольствие. Народа очень много было. Но аль-хамду-ли-ле я читала дуа, это дуа филь с Корана. И вот вы не понимаете, как это открылась дорога мне, и никого не было почти, как будто я туда залезла и поцеловала и вышла, и никто меня не тронул. И до сих пор это запах у меня. Запах черного камня? Да, запах черного камня. Было такое впечатление. мы совершали теоав. Со мной было пять человек. И около нас на насыльке несли парализованную женщину. И вот когда семь кругов сделали, и вы не представляете, она стала на ноги, она поднялась, она на ноги стала, она била свои ноги, пробовала, щипала свои ноги, и так плакала, и так круг делала, бегала, у нее прошел паралич. И, наверное, множество примеров, да? И событий, которые происходят. аль-хамдули-ля. Люди, которые не имеют детей, туда едут, вот, просят, приезжают уже, они беременные. Аль-хамду-ля-ля, ма-шаллах. А ваши дети были в хаже? Да. В этот раз, второй раз едут они у меня со мной. Ай-шаллах, с мамой тем более. Многие же мечтают совершить хадж, но какие-то жизненные обстоятельства порой не дают возможности это сделать. Что вы посоветуете нашим единоверцам, которые хотят попасть в святые места и совершить хадж? Искренне дуа. Читайте искренне дуа, иншаллах. Иншаллах, пусть Аллах примет все ваши благие деяния. Аминь. Аминь. Большое спасибо, Гульсерафа, что вы пришли к нам в студию. Так интересно и трепетно рассказали о своих впечатлениях, о том, как нужно вести себя в хадже, о том, что необходимо забыть. Я надеюсь, те, кто нас смотрит, обязательно прислушиваются к вам. И это станет для них очень полезно. Миша. И в заключении нашей программы я хочу познакомить вас с семейной парой, которой в этом году Аллах Всевышний открывает дорогу к осуществлению мечты. Рассказывает наш корреспондент из Уфы Альфия Ильясова. Совсем скоро в составе башкирской делегации отправятся в хадж Азамат и Лилия Махмутовы. Им по 24 года, и они самая молодая пара из Башкортостана, которая совершит паломничество в этом году. Супруги досконально изучили предстоящий путь следования от Уфы до Мекки. Сначала будет у нас Уфа-Москва. Потом с Москвы мы летим в Дубай. Из Сверхиеда, скорее всего, до Мекки. Сразу отсюда до 35 часов через весь полуостров. Азамат рассказывает, что готовиться к хаджу они начали задолго до поездки. Супруги посетили лекции, организованные для будущих паломников Духовным Управлением Мусульман Башкортостана. А затем, используя рекомендованную литературу, продолжали подготовку самостоятельно. Махмуду в три года мечтали о паломничестве и, наконец, смогли накопить необходимую сумму денег. Естественно, мы прилагали от себя усилия, которые могли приложить. То есть, все, что от нас зависело, мы делали. Использовать те возможности, которые Аллах Талин нам даровал. Знания. Честно говоря, год назад я даже понятия не имел, откуда у меня будут эти деньги. Но я знал, что поеду. Билоси Всевышнего. Алия отмечает, что, совершая обряды хаджа, каждый день они будут проходить пешком по 10-20 километров. А для этого нужна хорошая физическая форма. Мы стараемся подготовиться с мужем. На пробежки ходим. И, соответственно, следим за здоровьем. То есть, это какие-то консультации со врачом, медосмотры. Молодые люди ждут, не дождутся, когда их мечта станет реальностью. Это очень большая такая милость Всевышнего. То, что мы туда летим, это большая радость. Так как, как в хадисе говорится, нашего пророка саллаху алейхи вассалям, человек, у которого примется хадж, он вернется оттуда, как только что вновь родившийся ребенок. То есть, чистый, без грехов. А это очень важно для мусульманина. и это один из толпов ислама. Человек в хадже находится как никогда близко ко Всевышнему своими устремлениями, своими намерениями, ну и, как говорится, и телом, и душой. Поэтому, я думаю, использовать такую возможность обязательно надо. В последние годы все больше молодых мусульман из Башкортостана хотят попасть в хадж и делают для этого все возможное. Алина Таюпова, Альфия Ильясова, мир вам из Башкортостана. Ну вот и все на сегодня. Тем, кто отправляется в хадж, я желаю, чтобы Всевышний облегчил вашу дорогу к Дому Аллаха и позволил преодолеть все трудности и испытания. В одном из хадисов пророка Мухаммада саля-аллаху алейхи и вассалям говорится, для хаджа, который принят Аллахом, не существует другой награды, кроме рая. Вассаляму алейкум ва-рахматаллахи ва-баракятух. Мир вам. Одежда ведущей предоставлена компанией Белла Карима.